Всем кусь, ребят, с вами Леоми, и добро пожаловать обратно в Братата-Патата, наш картошечка, наш картофанчик, собственно, любимый. Сегодня мы продолжаем смотреть на разных персонажей, и сегодня, ребят, я посмотрю на еще одну опцию, с которой я до этого не играл. Не знаю, посмотрю, сколько это будет удобно, в принципе. Здесь есть опция целиться вручную, но это как бы меняет изначальную идею, скажем так, таких игр, хотя, в принципе, тут это как бы можно использовать еще. Но есть опция целиться вручную при нажатии кнопки мыши, и это может быть иногда полезно, когда ты хочешь, например, вначале разломать дерево, а у тебя атаки улетают во врагов. Такое у меня порой случалось, не знаю, я поставлю это, хотя я могу забывать про это использовать, пользоваться этим. Посмотрим вообще, насколько это мне понравится, насколько зайдет вообще, в принципе. Всего, ооо, мы до пацифиста добрались, да? И гладиатор. Сегодня у нас будет пацифист получать. Нет, стоп, погодите. Какой пацифист? Что перемешалось-то все? Берлапан, мастер на все руки. Ааа, у нас, походу, у нас добавилась одна линейка. И поэтому все персонажи сместились немножечко. У нас добавилось, потому что вышло обновление на игру, где добавили как раз-таки... А, четыре персонажа добавили, кстати говоря. Нет, сегодня у нас дикарь. А, ну и тоже пацифист, в общем-то. Потому что мастер на все руки, гладиатор были в прошлой серии. Дикарь. 30% краж жизни с оружием класса примитивная. Ага. Значит, рогатки, палки, хотя палки это было в прошлый раз лучше бы рогатки. Окей. Процент кражи жизни. Он будет регениться хорошо. На старте вы получаете одну палку. Ага. Вы не можете использовать оружие класса 2. А, выше второго класса. Блин, может ему тоже с палками лучше было бы сделать завек, потому что... Палки трудно будет раскачать мне, возможно. Типа, я даже не знаю. Ну и вторым оружием брать... Камень, дубинка, кактус. Либо рогатку, либо палку. Давайте попробуем, слушайте, ребята, еще раз палки. Посмотрим на билд на палки на обычном персонаже, которого не 12 оружий. Может, это подойдет. Он будет регениться с них? Давайте попробуем. Мы идем на четвертую угрозу. Больше орд, больше элиты. У нас их там 3. Что написано было внизу? Без разницы, что ли, была кнопочка? Типа, рандомно, может быть. Не знаю. Не успел увидеть. Как-то до этого, по крайней мере, не замечал. Может, ее только добавили как раз так, потому что буквально я записываю 15 февраля. А 14 февраля, ребят, вышло обновление на эту игрушечку. Кстати говоря, где у меня? А вот у меня вот так вот курсор появляется, собственно. Но, честно говоря, в большинстве случаев он не нужен. Он нужен только если ты хочешь дерево, наверное, разломать. Я не знаю даже. Урон в ближнем бою или как будем качать сейчас? Давайте, наверное, его. Палки, с одной стороны, казалось бы, он не настолько нужен, потому что у него есть свой скейл еще. Посмотрим, сколько он у меня выйдет. Копье пока что не берем. Максимум здоровья, регенерация, минус УЗ от расходников не хочу. Вот это, в принципе, можно. Ролл. Палка еще одна. Охренеть, я уже палок набрал больше, чем половину прошлого забега, наверное. Да, это она мастерена все руки. Сбор 8 в начале забега получить, в принципе, даст нормальный импакт, мне кажется. Так, не знаю, что у нас хп сейчас мало пока что. Аккуратненько. В общем-то, апдейт вышел 14 февраля. Там добавили 4 новых персонажа. Добавили что-то там 13 новых предметов, кажется, и 3 новых оружия, если я правильно понял. И также еще там было целая куча всяких балансных правок и вот прочее-прочее-прочее в таком духе. Я это, ребят, все не выписывал, не перечитывал. Оп, отлично. Аккуратненько, аккуратненько. Собираем потихонечку. 3 инженера не нужна, кража жизни. Для критудара. Знаете, роль не образок, может быть. До 5% урона, например. И палку еще одну. Один человек писал, что мне процент урона к палкам, типа, не настолько нужен. Но, по-моему, если у нее вот этот бонус, который плюс 4 за каждую палку, да, если он у нее перемножается с процентным уроном, то это все равно будет так же очень полезно. Она не настолько сильно зависит, может быть, от ближнего боя, потому что у нее есть свой скейл дополнительный еще. Так, дальняя сбора плюс 30%. В принципе, кстати говоря, учитывая, что у меня кража жизни у палки 30%, мы могли бы взять вот эту штучку тоже, гиккончика. Притягивать сразу же к себе материалы. Типа, минус краж жизни, ну, мне и так ее хватит. Давайте попробуем взять, типа, технически на это подходит. Хотя, по большому счету, надо бы нам больше, наверное, реролить. Не знаю, мне писали некоторые, что... Вот это, кстати, уродливый зуб, может быть, неплох, тоже. Что вначале, мол, хорошо очень реролить оружие, стоит дешево. Оружие искать все такое. А то у меня бывает такое сильно регулярно, что какая-нибудь там седьмая-девятая волна, а у меня оружие до сих пор так и не найдено. Ну, я пока что, ребята, черт не возьми, я мало наиграл эту игру сравнительно. И пока что свои приоритеты до сих пор еще не выставил. Так что это все постепенно, я не знаю, там, решу, как мне больше нравится в целом. Ну и пропускать как-то предметы бывает очень не хочется, скажем так. Так, у меня плюс два левела, нормально уже на этой волне. Так, две брони. Две брони хочется взять, да, я возьму. Хотя там была еще удача, тоже полезно. Может, стоило сначала удачу взять, броню потом добрать можно было бы. Давайте рульнем. 6% уклонения. Давай 6% уклонения, просто большой бонус. Рогатку не берем, странный призрак берем. Родливый зуб тоже. Палка еще одна, хорошо. А, в принципе, шапку с винтом можно взять, чтобы удача все-таки какая-то была. Сбор дает не так уж много, но если ты его берешь на чаре, он, в принципе, себя там, ну, окупает еще. После десятой волны как-то качать сбор, который плоский дает баф тебе, по сути. Ну, не очень много, в смысле, скажем так. Блин, саундтрек, я обожаю этот. Не знаю, в принципе, такой кайфовый настрой. Тихо. У меня же здоровья мало, хотя он меня не снес бы, конечно, да. Но все равно как-то не очень хотелось. Мне очень важно то, что, то что мне, как бы, если я хочу курсора, мне приходится его сбоку уводить. Я не хочу, чтобы он у меня на экране по центру был постоянно. Поэтому, действительно, я его буду, скорее всего, использовать, но очень редко. Где-то я могу про него вовсе забывать. Вот, например, вот здесь, оп, коробочка, отлично. Успел. В некоторых ситуациях бывает он в тему. Урон в ближнем бою? Давай. Урон в дальнем. Дальность урон в ближнем. Ну, давай, да-да-да, возьмем тоже. Так, к материалам при поднимании ящика. Вот это я беру себе. Это я тоже беру. Ролл. Рогатка. Счастливый талисман. 30 удачи. Ух ты, блин. Это себя сильно окупить может. Если мы найдем себе кибершар, это он будет дамажиться хорошо. У меня три элитки, кстати говоря. Не отмечено. Никак не понять, какая элитка будет в комнате этих мест. И мне, по сути, сейчас... Кстати, стоп. А удача нужна ли мне в таких количествах? У меня оружие высокого уровня я не могу найти. В принципе, мне типа... У нас получается, что мы не можем... Не то, что его не можем купить, да, или одеть. Оно у нас, в принципе, податься не будет. Выше, чем второй тир. Может быть, ошибочно брать палки. Я не знаю, насколько они сильны или нет. Просто я подумал, что если я буду играть с одним оружием, то... Как бы тут, не знаю. Тут по-разному пишут. Некоторые пишут, что набирая одно оружие, ты можешь себе легко его прокачать все там до высоких уровней. Но в то же время я не знаю. Если бы тебе его проще объединять, наверное. А другое оружие бывает тоже, что, наверное, нашел оружие, не знаю, там, красного цвета или фиолетового, сразу мог бы его взять. Не знаю, в общем-то. Мне больше нравится как бы с разнообразными оружиями, но порой вот так вот прикольно. 7% для крит-удара. Я не понял, какой крит-удар у палки. Давай все-таки 6 максу Зе на криты. Мы вряд ли будем акцент делать. У нас здесь шанс 3%, икс 2 урон критический. Ближний бой, да, на 175. Восстановление 1.27. Не очень приятное, конечно. Счастливый талисман будет работать на... На кибершар, само собой. Работать будет на... Кстати, еще на балка. Работать будет на редкость предметов и на редкость способностей нашей. Поэтому все равно это имеет смысл. Давайте я возьму одну. Могонь поджигает ваш противника. Стихийный урон. Так, не надо. Тихоходка, кстати. Хочу. Хочу. Очень хочу. Так, и погнали дальше. Теперь мы, по сути, просто ищем себе палки синие, либо же белые еще, чтобы сделать их синими. Просто если у меня будет оружие... Во-первых, у нас на примитивном идет реген, да? Это первое, что хорошо. Можно было бы играть с рогатки. Я не знаю, рогатку у нас изменили или нет, но мне писали, что она типа очень сильная. Я тоже это ощущал каждый раз. Когда я убрал, она очень много вливала урона, конечно. Но это если играть чисто от рогаток, например. Потому что рогатки бы у нас отжимали очень много... Очень много возможностей атаки. Хотя, не знаю, может быть, что-то из этого пригодилось. Потому что в прошлый раз, например, некоторые писали, что, мол, это из-за рогатки мне палки не попадались. Но камон, у меня там было типа 8 палок и одна рогатка. Я понимаю, что рогатка, конечно, там типа не помогала мне искать палки. Но палки все равно мне сильно не повезло, что они просто не дропались вообще ни в какую. А из-за рогатки я смог хотя бы продержаться вдвое дольше где-то. Без нее было бы совсем все плохо. Вот двое ценностей материалов, минус 5% корона. Мне минус 5% корона не нравится, если честно. Эти 5% удвоения... Типа... Ну, черт его знает. Не знаю, насколько это много дало бы. 6 удачи, твоя инженерия. Ладно, давайте возьмем. Не знаю, просто жалко скидывать. 15 удачи! Капец. Этому перцу то, что удача мне особо нужна, мне она сыпется. Но на предметы на наше на оружие это не будет влиять, потому что они у нас выше синих не будут встречаться просто. Там как бы пофигу. Если будут синие, кстати, я встречаться, и для меня будет максимум, то в принципе, мне я не против. Тихоходку я беру. Призовика странного я уже не хочу, если честно. Хотя... Нет, давайте возьмем. Мы регенимся, нормально выдержим. Так, палка. Окей. Одна синяя есть. Стихийный урон у нас нет. При пробивании урон не может быть выше базового. Так, не хочу. 16 сбора. Он себя окупать будет? Эти 16. Там я понимаю, что они будут немножечко быстрее скелиться, по плюс 2 будут скелиться. Но оно окупать себя будет целую пачку ходов. Оно себя окупит. Но это минус еще брони дает. Не, не хочу это брать. Как не очень ощутимо будет, мне кажется. Можно уточку взять. Черт, ну не возьмите. Кибер шары нужна к этому, да? Можно ранение в голову. Ну это ранение в голову и уточку. Хрен с ней тоже золочим ее. Будем надеяться на хорошую прокачку, может быть, с тех самых уровней. Может быть, на уровне будем больше тратить преролов. Не знаю, посмотрим. Надо мне повышать сейчас еще скорость атаки, потому что палки у меня бьют весьма себе редко. Аккуратненько. У меня один человек писал, что он замечал, что у меня каждый раз, мол, на пятой волне появлялся моп, из которого можно выбить сундук. Я не знаю, если это систематически, а не так совпадало, то надо бы за этим следить, но пятая волна у меня уже позади, к сожалению. Еще один человек писал мне про вот этих вот существ, которые вот этот с косточкой бегают. Мол, он подбирал мои материалы, забирал. Но я не уверен, что так, потому что об этом писал только один человек, мог ошибиться. Могло где-то что-то показаться. То, что, мол, он отбирал материалы, и именно за них лечился. Но большинство писали именно, что он просто лечится, лечит других. Вот он у меня сейчас пробежал мимо материала, ничего он не подобрал, например. Но некоторые негодуют, когда они пишут одно, я говорю, другое. Но вы учитывайте, ребят, что у меня, например, может быть 100-200 комментариев, и многие все пишут по-разному. Что пишет больше, к тому я больше прислуживаюсь, как правило, хотя не всегда. 10% скорость стати очень хорошо. 10 сбора, конечно, приятно, но... Опять же, не знаю, как-то. Давайте статы будем брать все-таки. Отвертка не подходит. Так, броня, уклонение, минус 3 максу ЗМ. Много резистов. Нифига, смеха по 51. Было только что. Ну, давай уточка. Можно регенерацию взять себе, чтобы она чуть-чуть пассивная шла у меня еще. Ну, нужна ли нам она? Она будет мало ли читать от наших палок, потому что наши палки будут с каждого удара. Но они поязнички хиляют нас. Вот сейчас стабильно. Кажется, третий удар, считай, чуть реже. Не буду брать. Палка синяя, хорош. Это значит, что у меня сейчас раз палки, две. И еще... И еще две палки. Мастерство. О, на ближний бой то, что надо нам. Окей. Пробуем так. Я бы все равно хотел бы еще через 12 палок сыграть из-за мастера на все руки. Мне мастер на все руки вот его как бы 12 оружия. Тихо, это очень интересные связки образует. Но тебе надо прям попробуй умудрись накачать все высокого уровня, потому что... Если ты хочешь 12, например, пистолетов иметь, да? Как я хотел с один из забегов сделать за него. На 12 их там пистолет-пулеметов, или это что, как они там называются. Таким, чтобы шквал выстрелов просто шел. Попробуй их раскачать. Надо тебе прям много удачи, чтобы у тебя высокого уровня не падали, либо... Не знаю. То есть тут как бы вопрос в том, насколько сильно повышается твой шанс от того, что у тебя есть один тип оружия, например, да? Или у тебя есть, в принципе, это оружие в наличии. Насколько повышает шанс встретить его копию? Он как бы повышается, но... Это не всегда решается. Все равно остается значительный элемент рандома, что тебе может не повезти, и тебе будет сыпать совершенно не то, что ты ищешь. Совершенно не то, что ты хочешь. И в прошлый раз я считаю, что тоже навредила мне не рогатка, а за счет нее я, наоборот, прожил намного дольше. Так, скорость таки дальности давай. 7% криптарок, регенерация ОЗ. О, есть 9% уклонения. Мне, в принципе, это пригодится. Мне кажется, я буду засыпаться иногда. Еще одна палка. Слушайте, мы скоро сможем себе роли чисто релики набирать. Таким успехом. Потому что объединение... А, ну да, объединения у меня есть нет. Даже так. Ну, может быть, там просто не позволят мне это делать, но просто кнопочки нет. 4% скорости. Это скорость передвижения именно. Это не хочу, не надо. Рогатка 2 создает сад, который плодоносит каждые 15 секунд. Что? Это новый предмет какой-то. Плодоносит, наверное, это имеет в виду, что он создает фрукт, который можно схавать, да? Окей, это, наверное, новый предмет. Я думаю, что я его раньше не встречал. Я ничего нового такого не открывал. Тем более, что он открывается, по-моему, красный предмет. Это, в основном, за прохождение персонажа каким-то. Пускай будет. Это нам не надо ничего. Давайте еще один ролл сделаем. В дальнем бою. Разбирание приносит больше материалов. Не хочу. Опять же, 71 монетка. Пока она ее окупит. Надо помять, ребят, что, например, 100 монеток потратить на 15-й волне, и чтобы они тебе окупились через 3 волны, это как-то не очень выгодно, может быть. Опыт, берите за время забега расходники 20. Как ты сейчас-то сделал? Может, новая ачивка? Не знаю, потому что я явно, мне кажется, столько должен был в предыдущих забегах собирать. Скорее всего, новая, потому что там новые ачивки тоже добавили, соответственно, вместе с анлоками. Какими-то, наверное, с анлоками. Не уверен точно. Так вот. Например, скидка, она тебе много экономит, но если брать скидку на позднем этапе, когда она стоит там уже под сотню, например, дает тебе 5% скидки, то 5%, чтобы тебе окупились, надо 2000, точнее, чтобы 100 монеток 5% у меня окупились, тебе надо 2000 монет потратить. Ну, материал, в смысле. Ты потратишь только, скорее всего, за несколько волн, да? Потому что там ты уже очень много фармишь. Но 100 монет могут тебе здесь сейчас гораздо больше пригодиться. Если ты скидку встречаешь поздно, даже если она тебе формально окупится под самый конец, стоит ли это того? Не всегда. Но где-то до 12 минуты точно стоит ее покупать. Если у тебя не прям ты здесь и сейчас закапываешь, что тебе надо срочно что-то вкачать по урону. А вот дальше уже надо думать больше насчет этого. Три брони. Давай. 38% резист урона. Нормально. 12% к урону. Тоже давай. Берем садик. Я не уверен, что мне он особо нужен, если честно, но пускай будет. Глаза, в принципе, у меня будут. Дамажиться у меня достаточно хп. Это была 9-ая волна, да? Судя по всему. Потому что я много золота. Было очень, да. Как-то я не уследил за этим. Сейчас обратил внимание. Тележку не хочу. Опять же, уже мало будет давать относительно. Больше деревьев пускай будет. Это больше хилок, больше сундучков. Пробивание не надо. Палка. А, ну все, значит. Типа палки собрали. 6 палок. Хорош. Окей. Так. Меньше врагов. Давай, в принципе. Мне не так, как много надо. Прям. К ближним и дальним. Минус реген. Есть ачивка минус. 5 регена собрать. Я не помню. А может она у меня уже выполнена была. Я честно не помню. Персонажемок открывает. Так, вот это я тоже хочу. И это хочу. Да, вот так вот сделаем пока что. И почапали дальше. Так, у нас десятая волна. Дальше у нас будет эритка. Вот наш как раз таки садик. А, вот такой. Какой лапочка. Есть такие, знаете, какие-то декоративные такие, знаете, мини-мини садики. Где там есть у тебя маленькие такие там грабельки, песочек есть свой. Ты можешь там как-то все это декорировать и так далее. У меня когда-то такая штучка даже была, я сейчас вспомнил. Не знаю, может это какое-то такое увлечение, такое хобби имеет какое-то отдельное название. Такие, знаете, буквально настольные, чтобы вот релаксировать, не знаю, там свою какую-то красоту такую небольшую устраивать. Мне вот это сейчас как-то вдруг резко напомнило. Нашим мили оружием, в принципе, мы иногда даже можем рашить. Тут надо четко очень понимать баланс, чтобы меня не закопали в один момент. Я пока что так рисковать не готов. Я не то, что много наиграл игру, я не чувствую этих моментов еще грамотно. О, кстати, там был моб, который, да, дропнул сундук нам, отлично. Еще обратили на такую забавную штучку мне внимание, что когда у тебя, соответственно, хп-то неполное. Точнее, я как-то замечал, но не задумывался об этом. Когда хп-то неполное, к тебе ведь все притягивается. 25% урон по элите и боссам, я это впервые встречаю, возможно, тоже новый предмет. А когда у тебя хп полное, к тебе не притягивается, в общем-то, когда тебе не надо хилять, то есть. Если есть какие-то ситуации, где тебе хочется подобрать даже с неполным хп, если у тебя какой-то эффект срабатывает, например, да, то это будет усложнять задачу. С другой стороны, когда у тебя, соответственно, хп не хватает, тебе притягивается, тебе удобнее все собирать. В общем-то, небольшое такое наблюдение тоже. 15% скоростахи, это много, давай. Так, мне больше оружия не надо, пожалуйста, не сыпьте мне их, я очень прошу. Бандана, снаряды пробивают, так, нам не надо, это линзы. Баррикада, 8 брони в неподвижности, в принципе, а давай. Инженерия, максу, зэ, минус уклонение, но 8 хп много. Деревья за один удар не знаю, так, хп себе один ставить я не хочу, сейчас будет элитка у нас. 8 максу, зэ, а давай, слушайте, мы, если будем стоять на месте, то пускай. Посмотрим, если ты сейчас, ох, это этот цинтаклоид, этот. У меня с ним были большие проблемы, эти враги, кстати говоря, еще мало того, что они, а ты что такое. Он раньше яйца не создавал, он может из них будет в мобы выпадать, да? Да, из них мобы вылазят. То есть, раньше он призывал мобов, его переработали, походу, его сделали теперь, что он спавнит яйца, которые я могу сломать. И, походу, его замедлили. Я в прошлый раз как раз-таки охреневался этого момента, что ты просто, блин, не можешь за ним угнаться нахрен. Если ты упустил его, то все, охреневай. Еще у меня проблема есть с тем, что если я буду рядом с ним... А, нет, ни хрена подобного, он просто не перешел в следующую фазу. За ним по-прежнему не угнаться. Затем мобы, которые постепенно скеливают свою скорость бега, все, костяные, они еще и скеливают свой дамаг, мне написали, что очень неприятно. О, это у него другая атака уже, или что это? Атака у босса, похоже, рожь. Так, мне это не нравится, если честно. Я могу, конечно, между ними проходить, но где-то может и не получиться. Ну, я не знаю, честно говоря, как убивать этого босса с мили оружия адекватно, если у тебя не куча прям урона, потому что он просто закрывается за другими врагами. 20% скорости атаки. 12% урона, конечно, есть, но 2% скорости атаки. У палок медленная атака. И это мне очень пригодится. Если у оружия, например, анимация долгая, кстати говоря, то скорость атаки повышать ему не настолько будет эффективна. Если же у оружия анимация короткая, то скорость атаки, конечно, выгодна. Если у тебя просто, например, 0.01, условно говоря, у тебя восстановление оружия будет, да, но оружие само по себе бьет на 1 секунду времени занимает, то, типа, все равно оно будет бить не так часто. И будь у него полсекунды восстановление, оно бы, ну, било в полтора раза реже. Если у него быстрая анимация, то восстановление особенно актуально, может быть. Привратник. Не буду это подробнее объяснять сейчас. Ну, даже на Вики, кстати, атаку момент тоже, по-моему, написано, если что. Так, меня здесь ничего не интересует, по-моему. Это будет слабо дамажно. Инженер у меня не особо есть. Давай ролл, талк. И так, еще одна палка. Очень хотелось бы, да, ее себе добавить. Ну, увы, ях. Так, револьвер, стрелковая. Урон 20, 125% рейндж скейл. Дальний бой восстановления 2.16 после нескольких выстрелов. Каждые 6. А-а-а, типа, револьвер, у него 6-ти зарядник, и, соответственно, через 6 зарядов у него долгое восстановление. А сам по себе, типа, он лупит, наверное, сильно. Но вот такое вот у него есть неприятное свойство. А потом оно будет, возможно, уменьшаться с прокачкой. Кстати, у палок, на самом деле, плохая, плохой вариант их делать. С одной стороны, хороший вариант их сделать огромное количество, с другой стороны, они нужны и высокого уровня, потому что за левел они качают, больше бонуса ведь получают. 12 палок собрать за мастера на все руки, это так нереально трудно, мне кажется. Так должно нафартить тебе прям дико. Так, 1 параметр процент к урону за каждые 11... 1 параметр процент к скорости. У вас минус 9. Так, не надо, спасибо. У меня скорость че-то немножечко того. Палка, уголь. Урон в ближнем бою. Минус бор, да и хрен с ним. Так, и вот это я тоже хочу. 3 брони, 5 максимум. О, З, окей, пойдет. У меня хоть брони много, но все равно она хоть частично теряет актуальность вроде как. Но, тем не менее, с целой кучей брони вот так вот находиться, 16 брони, 52% резист. Тоже весьма приятно, можно порой потанчить некоторых врагов действительно. Надо не знать, что у нас есть ограничения на лимит. Материалы на полу, насколько я помню, мне писали. И совсем уж стоять на месте ничего не собирать, может быть, чревато тем, что материал может уходить никуда. Еще у меня есть внимание, что с вот этих вот толстяков некоторых, из них попадает, собственно, больше материала, поэтому все-таки они не то, что какие-то менее выгодные в плане фарма выходят. Ну, кто из них выгоден, не знаю, но, в общем, в такой момент, учтем все-таки, что жирные враги больше дроп имеют. Это приятно. Можно около своего вот этого рассадника как раз-таки держаться. Мне, в принципе, меня это устраивает вполне себе. Он нас будет подхиливать. Если что, вот видите, здесь такая пачка лечения, я могу их просто, хоп, взять, резко собрать все, и будет у меня сразу резкий реген. Где-нибудь на элитке на боссе, это может очень пригодиться. Так, 15 уровень, кстати говоря, у меня сейчас будет все уникальное, да? Так, урон при пробивании нам это не надо. Надо ждать 9 хп. А давай 9 хп. Потому что у меня есть что скейтится от хп, там глаза эти, все такое. Музинская турель. Ну, пускай будет, допустим. Хотя, мне кажется, что она мне сейчас не особо была нужна, потому что 100 монеток тратить на нее, ну... Она подхиливает, но все-таки ограничена по области. Один человек писал, что на туреле, кстати говоря, работает из основных статов у нас дальность, например. Что многие основные статы не работают, а вот дальность написал, не работают. Красс жизни плюс реген. В принципе... Ну, это 2 красс жизни даст просто, считайте. Нет, не даст ничего, а даст 1 всего лишь. Минус борода даст зато. Это даже проблема не в сборе, а в том, что это 122 монетки стоит, а... Импакта даст, ну, прям сомнительно. Нет, не хочу. Если бы я стал свою статуэ эти плюсы вводить, тогда да. А я не уверен в этом. Крит удар у меня низенький, я на него особо не рассчитываю. А вот 3 ближний бой, давай. Шанс сразу притянуть выпавший материал. Если бы у меня был бы урон за выпавший материал, тогда одно дело. 40% к бонус новому опыту. Тринадцатая волна. Не поздновато ли? Слушайте, 2 тихоходки еще от обнуляет 2 удара. Причем того, что по мне не каждый удар вообще приходит. Какие-то еще там помочатся. Не знаю, сколько тихоходка нужна. Она выгодна, знаете, если я не вначале эти удары сливаю, потому что вначале, типа, я и так остановиться смогу. Если я вначале ее сливаю, то она как бы практически в никуда, можно сказать, уходит. Что она была бы у меня, а что ее нет. Я бы и так поставил это здоровье. А вот где-то, когда на меня идет напором враги, то вот там она может засевить уже весьма приятно. Так, давайте не забывать деревья тоже ломать все-таки. Не стоим на месте, хотя очень хочется. Я не уверен, не засыпемся ли мы. С другой стороны, учитывая, сколько я денег могу тратить на предметы на снаты всякие, можем просто по статам обыграть врагов. По силе. Пусть даже у меня будет оружие низкого качества. Оружие, может, не самое сильное, не самое лучшее, чтобы выбирать его синенький. Может быть, с рогаткой было бы гораздо проще, хотя, опять же, у нас был патч, и я не знаю, что там у нас в плане баланса затронули. Что-то изменили, что-то бафнули, что-то забафнули наверняка. Так, вот здесь ретурелька моя. Пока что мы держимся вроде неплохо, но обычно проблемы возникают очень резко. Когда начало волны не можешь вытащить, и потом начинают себя дико засыпать. Приходится по углам бегать, и уже там беда-бедой. Минус дальность 15. Ну, в принципе, хрен с ней, пофигу. Давай. Триригена разобрать. Хотя вообще копейки дают, конечно, но тем не менее. Шесть процентов уклонения можно здесь. Возьмем все уклонения, в принципе, пригодится. Тоже пускай у нас будет по максимуму всяких вот этих вот резистов. А вот это за подбор материала как раз-таки носят случайно врагу урон. Ну тут я беру себе, наверное, все. Вот так. Поменять за ноль, точнее. Замедляет ближайших врагов. Слушайте, робот-странник может быть полезен. Это такая турелька, которая не скелется в инженерии. Она полезна вот, в принципе, всегда почти. Может, где-то просто она необходима, не необходима. А мне, в с учетом мире, в принципе, пускай будет. Дальность сбора, плюс к сбору, минус процент к уклонению. Это не хочу. Мне сбор полезен. Так, у нас на следующей волне, по-моему, да, элитка будет? Не на этой, на 15-й. Не помню, насколько опасна или 15-й волна. Надо было в момент это, на самом деле, запомнить. Потому что я так понимаю, что элитка у нас в дополнение к волне идет. Можем знаю, как-то меняет. Но наш может попасть нам на разной волне, правильно? Соответственно, каких-то волнах она может оказаться гораздо проблематичнее. Например, это раз, но у меня была на 11-й. Нет, там, или на 12-й. Ну, короче, может быть, там, типа, волны сильно отличаются. На одной, например, ты понимаешь, что ты можешь ее вынести за счет каких-то других врагов. А на другой ты понимаешь, что, наверное, не стоит лишь на раз рисковать. Так, пока что мы держимся на этой волне, по крайней мере. Стреляют враги много, и я этих стреляющих врагов практически не могу выносить из-за палок, опять же. Только если я к ним подхожу вплотную. В принципе, у меня есть возможность подходить вплотную, потому что резисты большие. Также можем иногда стоять на месте, потому что у меня, стоя на месте, будет брони много. Дропа у меня не какой-то. Хотя, стоп, удача же повышает шанс дропа из врагов фруктов вот этих, да? По-моему, мне писали. Если так, то приятно. Так, урон в ближнем бою 3. Нам, знаете, что нам надо процент к урону, у нас его маловато. 18 в ближнем бою и 33% урона всего лишь, которого заметно больше можно убирать, это не густо. Отталкивание 3. Отталкивание у него палки нет вообще изначально, да? Вот так появится, наверное. Да, он отталкивает появилась 3, даже штаток здесь. Я не знаю, сколько нам это нужно, но пускай будет. 3-т удар. Это можно взять, но не особо надо. Призрака нет. Роу. Турнирное копье. 45 урон, 50% скейл. Милли, 35% скейл от скорости. Забавно, как раз таки идеяно подходит. Вы считаете, быстрее бежишь, там ты быстрее бьешь, все такое. Критический Х2. Ближний бой. Средневековая тоже. 3% к скорости и минус 15 к параметру, процент к урону в неподвижность. А, ну типа на ходу надо бить именно, да, да. Прикольная идея, мы так сделали. 8 регенерация ОЗМ. Она бы в плюс ушла, в принципе. Заметно в плюс ушла, причем бы. А я бы это здоровье отхилял. В принципе, вначале я могу позволить себе это. Так, Худи Ретромейшн какой-то. Не знаю, что это Ретромейшн. Может быть на что-то отсылка, может нет, не знаю. 2 к параметру процент к скорости атаки, за каждый 1 к параметру процент к уклонению. Опа. Минус 80 дальности. Ну такая большая баф в скорости атаки. У нас еще меньше дальности. Мы будем очень плохо доставать, но зато у нас будет большой урон сблизи. Я не знаю, по-моему это звучит очень опасно, но интересно. Я это возьму, попробую, если мы выживем. Потому что сейчас у нас будет элитка. Опа, опа, опа. Опа, это что такое? Так, это какой-то повар, по-моему. Тихо. Мне насколько больно он бьет, не хочу проверять, даже если честно. Написали мне еще что-то, что у нас, мол, он сейчас останется в следующую фазу, войдет. Теперь опаснее бьет, порандомнее как. Тихо. Четыре, аж замыливаюсь в глаза. Теряешься. Блин, как до него достать-то, а теперь? Написали мне, что за подбор красного дропа, как раз-таки с элитки нас фуловые отхиляли. Не, что-то как-то... Я бы его вынес, но меня мобы душат. Я, к сожалению, закопался, не успеваю их выносить. Надо сейчас просто выжить как-то. Слишком много выстрелов идет. Триндец. Я просто не успел его вынести, и дальше уже возможности такой у меня не было. Фух. Выжили хотя бы. Но очень много материала я пропустил, но ничего. Там у нас удовольствуется потом выдача. Так, давайте ролл урон в дальнем бою. Давайте процент к урону просто. Так, это минус к скорости атаки, кстати говоря, можно тоже закрепить, потому что у меня ее будет очень много. Ну, давай попробуем. У меня дальность минус 80, вдвое слабее для ближнего боя, минус 40 у него, соответственно, получается. Но неприятненько все равно. То есть, ну, с одной стороны, это будет даже полезно. Мы должны быстрее атаковать, но будем бить очень близко. Зато скорость атаки должна быть прям, прям знатная. Посмотрим, как это себя покажет. Это позволит мне гораздо лучше рашить, наверное. Но если босс будет от меня бегать, то будет с ним трудновато, возможно. Посмотрим. Мне надо держаться прям постоянно рядышком. Величить ОЗО от расходников реген. Было бы полезно шанс дропа их еще, но шанс дропа у меня и так вроде как высокий. Учитывая, что у меня есть краж жизни неплохая, то собрался у нас весьма интересный забег, надо сказать. Что-то на такой раж забег чисто. Раж сборочка. Правда, у меня еще и стоять желательно на месте. У нас же резисты хорошие. И резисты уклонения. Даже если по нам пройдется вот такой вот большой жук, он нас не снесет, и мы еще быстро отхиляемся. Интересный очень забег, по-моему, получился. Так-так-так-так-так, а вот когда он красненький, я как-то не хочу в него залазить, если честно. Это уже стрёмно. А у нас этих баферов много тут. Еще бегут к меня. Окей, нормально, 607 набрали. Достойно. Это разбираем. Инженерия, хп, краж жизни. Давай еще хп. Пускай будет. Минус 50% в начале волны. Плюс реген. Но блин, на самом деле, сейчас мне реген этот меньше нужен уже будет. С учетом того, что у меня теперь краж жизни работает очень мощно. Хрен с ним все равно возьмем. Деревья за один удар не требуется уже особо. Фишка. Уклонение минус броне. А давай, у меня брони и так достаточно. Уклонение 8% даст много. Крадюс взрыва нам не надо. Клонус опыта. Опа. Вот это хорошо. Хотя опыт... Не, опыт поздно, уже за 146 я покупать-то не хочу. Оно едва ли мне там намного больше даст. Три урона в ближнем бою. Не уверен, что того стоит. Ролл. Рогатка, лягушонок, дальний сбора. В сбор минус уклонение не хочу. Еще ролл. Уже дорогие роллы стоят, да. Вот на этой волне. Ладно, скид понял. Так, давайте лупить, давайте лупить быстрее. Регенится. Так, на следующей волне, по-моему, будет элитка, да? Если элитка будет... Я думаю, что у нас элитка одна либо добавилась новая, либо у нас до сих пор, типа, я не всех элиток видел. И, возможно, у нас до сих пор еще есть какие-то боссы, может быть, новые. Это было бы очень круто, если я еще не всех встречал, потому что у меня пока что одни и те же попадаются в основном. Но я думаю, что со временем в игре будут добавляться новые. Это уже версия, по-моему, игры то ли 0.6 какая-то, то ли 0.8 какая-то, я не помню точно. Обычный, типа, 1.00. О, это релизная считается. Игра вышла в ранний доступ, по-моему, то ли в октябре, то ли в сентябре в конце. И там вроде как в стиме было написано, что она планирует в раннем доступе a few months. Типа, немного, небольшое количество месяцев находиться. Не будет такой, мало, проблемы, что там игра в вечном раннем доступе. Как, например, Nova Drift. Я очень хочу поиграть в Nova Drift, но поскольку я в нее не начал играть на релизе, я тогда, в принципе, еще не планировал даже. Было очень давно. А, там, в 2019-м, что ли, вышла в ранний доступ. И она до сих пор в раннем доступе так и барахтается. Интересно, что у нас на второй будет? У нас, типа, такой робот, наверное, да? Это, по-моему, поздно. Типа, чтобы оно окупилось, чтобы оно 31 нам принесло, нам надо, чтобы у нас было, типа, там, 150, там, с копейками, условно говоря, да? Материала. Типа, я втрачу почти в ноль. Давайте начистоту. Процентка раз жизни нет. Скорость нет. Дача, Максу. Давайте Максу З. О, пора повысить Максу З до сотни. Крепкий орешек дали мне ачивку. Здесь выглядит, как картинка, как очок, который у нас был. Предмет такой. Так, вот это, в принципе. Давай, слоника. Ролл. Броня в неподвижности еще. О, баррикада. Забаррикадируемся по полной, да? 6% дамага. За еще минус дальности. Ну, давай. Так, сейчас будет элитка. О, это этот самый. Аккуратненько. С этой элиткой мы знакомы, и мы как раз таки ее, по-моему, выносили. Только я сундук, который из нее дропнулся мне, я так, к сожалению, его дропы не увидел. Мне кажется, что сейчас я ее не снесу, потому что я ее очень мало атакую. Очень много других мобов, которых я постоянно грызу. А так, у меня крайний ближний бой, надо к ней прям вплотную подходить. Ты уворачиваешь в последний момент, а меня с таким успехом сжирать начинают быстро. Так, аккуратненько, аккуратненько. Давайте, давайте на рахилке пособираем. Быстрая падла. Ну да-да-да, я и четверть хп едва ли снес, и мне приходится уже бегать от нее, как раз таки уменьшать частоту ее атак, если я могу разрывать дистанцию. Правда, у меня не особо это получается, потому что в состоянии неподвижности у меня 26 брони, 63% резист. Мы можем так много продержаться, но все равно шквалом атак меня снесут. Да, тут что-то прям элитка, тут еще человек ДПС, тебе надо прям очень много иметь его, чтобы выносить ее. Пока что у меня чаще всего такого не выходит. Разобрать 12% к урону то, что надо. Превратник не хочу, это давай. Так, кровавая рука, 12% к краже жизни, 2% к параметру проценту к урону за каждый 1% к параметру краж жизни будет в плюсе. Вы получаете 1 урона каждую секунду, да не дает временную неуязвимость, но это столько краж жизни. С учетом того, что у меня и так краж жизни много, да, будет еще стабильный реген. Давай. Это нам идейно, по крайней мере, подходит, но мы постепенно будем получать урон. Ах ты, падла, она тихоходку ломает. Этот урон засчитывается и тихоходку в том числе, лол. Это неприятно. Минус тихоходка, значит. Минус 2 тихоходки. То же самое будет касаться у тебя, я так понимаю, что донорство, или как оно называется. Которая тебе дамажит постоянно, дает тебе тари 40 сбора, то ли что-то такое там. Ну, дамажит каждую секунду поездничка, типа. Блин, это прям облом, конечно. Ну, ничего страшного, ладно. Мы сейчас, в принципе, в основном выживаем не из-за тихоходки, а из-за того, что у нас хорошие статы, хорошая броня, уклонение и хороший очень реген. Не реген, точнее, краж жизни. Реген, я имею в виду, вообще восстановление в целом. Из всех источников. Неконкретно одноименно регенерация здоровья. Так, держимся неплохо. Это 19-я волна, но я не знаю, не знаю, как я буду выносить босса, честно говоря. У меня очень ближнебойная атака. Я прям толстенький, жирненький. Такой напитанный братат. Братат, лекарство, Наталь, вас знаете, 200 ОЗ за одну волну, ни хрена себе, мы на регенере. Шанс притянуть выпавший материал сразу же. Ну, давай. Это будет, типа, дамажить. Там, я понимаю, что минус один, брат, краж жизни, но... И это тоже давай. 16% к урону, хорош. Врон, дальний бой, плюс, дальность. Может быть, дальность стоит себе немножечко апнуть, но я думаю, что тут минус корочества атаки еще. Что-то не знаю, даже не хочется брать. Процент к урону... Понятно, очень поздно. За каждую волну процент к урону. Это уже мне, в принципе, ничего не даст. 25% урон по боссам элите, то, что надо. У нас сейчас будет босс или элита. Ну, босс, точнее. И 12% урону, и минус дальность еще, минус 100 дальности. Пошь. Минус 50 в нашем случае, но... Да, в общем-то. Является больше деревьев, это мы последнее, что можем купить. Ну, давай. Посмотрим. Я не чувствую уверенность, честно говоря. Но мы можем попытаться продержаться просто. Можем попытаться его, знаете, что можно его не бить вообще. А типа регенится. Я, кстати, не знаю, как я за ним буду бегать на второй фазе. Потому что он же... А, стоп, он от меня не бегает. Мне казалось, что он от меня бегает. А, нет, он на третьей фазе будет бегать. Слушай, три фазы. Капец, я регенюсь, конечно. Мне не нравятся эти жуки толстые. Что они появляются часто. Давай, лупи его. Вот он начинает убегать. И вот сейчас будет трудность, потому что он тебя ограничивает. Если набрать большую скорость бега, мне писали, что ты можешь выходить из этого круга. Но у меня ее и близко нет. У меня наоборот все. Но в целом он, кстати говоря, убегает от меня мало. И я его легко снесу сейчас. Давайте еще за коробкой сходим. Оп. Изи. Прям вообще с запасом. Хотя, казалось бы, 6 синих палок, да? Но зато... 6 синих палок позволило мне сосредоточиться на предметах. И мы на предметах набрали себе 113% к урону. 18% в ближнем бою не так много, конечно. Вот это дофига. И плюс броня, плюс уклонение, плюс охрененный реген ОЗ за счет этого перца. Я доволен. Хороший был забег. Мы прошли четвертую угрозу. И у нас открывается пятая. Вроде их пять сейчас на данный момент, если не ошибаюсь. Хороший был забег. Я очень доволен. Мне понравилось. Прикольно получилось. Несмотря на то, что у нас в прошлой серии была палка, здесь у нас получилось все гораздо более удачно. Ну, здесь, в принципе, требовалось от себя гораздо меньшего. Меньшее. Но заметьте, у меня палки дальше дропались. И если бы я их хотел бы раскачать себе до более высоких уровней, я бы не раскачал себе 6 красных палок. У меня их было не настолько много. Типа они падали иногда. Там иногда синие, что-то там фиолетов... А, ну фиолетов же не могут дропаться мне, да. Может, был бы другой перс, который можно скачать. Может быть, у него было бы удачнее. Но в этот раз мне палки все-таки приятнее дропались с самых первых минут. Второй забег, соответственно, у нас за пецифиста. Получите 0,65 единиц материалов и опыт за каждого живого врага в конце волны. У нас есть вроде как ограничения. Мне писали изначально, что если ограничение на количество врагов на экране, и что, мол, типа, новые появляются, старые куда-то, типа, исчезают, если у нас их слишком много. Хотя я пока что-то не ощущал. У меня порой так засирало, пипец. У меня минус 100% к урону, минус 100 инженерии. То есть, чтобы у меня даже турели не дамажили, на которые процент к урону не работают. Теоретически, ты можешь, наверное, в плюс вывести свой дамаг, но это того не стоит. Этот персонаж задуман идейно, чтобы он игрался как раз-таки на уворотах, получается, на выживании. Соответственно, мне, возможно, урон как бы будет... Я не знаю, даже удар засчитывается или нет, я могу гаражей жизни пользоваться. Мне нужна броня, нужно уклонение, скорость бега и всякие замедления, отталкивания и прочее. На старте вы получаете рубашку дровосека одна штука. Если ему процент урона дропать, то можешь его сделать себе так, чтобы, типа, он у тебя был не в таком большом минусе, но даже если у тебя будет минус 90% урона, это тебе все равно будет очень дохрена и будет ну такое себе. И у него варианты как раз-таки предлагаются. Ладонь, которая плюс 3 сбора дает, кстати говоря. У нее мощное отталкивание. Шокер, у которого замедляет врагов по радиусе вокруг снаряда. То есть замедление на контроль. Создает сад, который подносит каждые 15 секунд. То есть, о, секатор, это новое оружие тоже, мне кажется. То есть, у нас появился садик, появился секатор, который создает садик. Подносит каждые 15 секунд, типа... Это на хил, как раз-таки, около садика держаться, так, на реген. То есть, 3 варианта разных. Хотя ладонь и шокер ближе друг к другу. Давайте, наверное, ладонь возьмем на отталкивание, попробуем. Посмотрим. Так, 0.65 материал за каждый и опыт, а за каждого убитого живого врага в конце волны. Окей. Мы, ребят, пока что пойдем, наверное, на четвертую угрозу. На пятую мы отдельные серии посмотрим. А, без конца, а не без ранее здесь написано. Бесконечный режим добавили в Братата, точно. Endless Mod, я же это выписывал себе и забыл сказать, короче. Просто я выписывал это все вчера. Появляется сразу два босса. Это будет весело. Но, ребят, с этим мы поиграем в другой раз. Просто, чтобы, знаете, этому посвятить как-то, чтобы у меня и название было отдельной серии, это и все такое. Тут я со стороны автора именно так думаю. Сегодня у нас пацифист и палочник вот этот собрались. А, по один урон ему, смотрите-ка, мы по один урон отобьем. То есть меньше единицы урона ты не можешь нанести. Окей, я понял. Но все равно мне хочется, наверное, их... Ну, хотя нет, по сути, кстати говоря, мне немножечко выгоднее убить врага. Потому что это один материал дает, а там 0.65 за живого дается. Процент караж жизни, регенерация ОЗ. Соответственно, процент караж жизни будет работать у меня. Что лучше мне, процент караж жизни или реген просто сейчас? Ну, это, наверное, пока что реген все-таки. Зажимаем урон скорости, минус удачи. Ладони еще одна. Хорошо, 6 ладошек набирать. Нет, я не хочу, не планирую. Рукопашный дает уклонение, кстати говоря. Мне это подходит, между прочим. Давайте это возьмем. Средневековый не подходит. Пистолет, пулемет, револьвер, инъекция. Нет, нет, нет. Мне нужен всякий вот... Шокер подойдет. Хоть у нас других сетов, но это замедление. Больше деревьев тоже подойдет отлично. Броню взял бы, но инженерии не нужна. Макс их потерять не хочу. Пока что так. Не знаю, Шокер как-то типа постреливает, но... Сказано, что замедляет врагов вокруг снаряда. А, ну вот, мы типа попали, и да, и они немножечко замедлились. Вроде есть такое. Есть ли что-то какой-то еще тип урона, кстати, который не скейлится от процентов урона? Типа, не знаю, там, кибершара какого-нибудь. Наверное, он тоже скейлится, хотя не уверен. Типа, который скейлится у нас от удачи? Будет скейлится ли он от процентов урона? Регенерация ОЗ минус кража жизни. Ну давай, допустим. Скорость атаки... Скорость атаки совсем не бесполезна для нас, потому что быстрее наковать, быстрее отталкивать, все дела. Ну я возьму себе на 5 удачи поначалу. Пускай будет так. Еще одна ладонь. Ну давай, в принципе, мы их там потом объединим, если что, ведь, да? Во, вот это очень хорошо нам подойдет. Кража жизни... Можно, если я его в плюс выведу все-таки. Я бы хотел ее в плюс, наверное, вывести. У нас, кстати, есть там Орда, и Орда будет для этого перса гораздо большим испытанием, наверное, потому что Эритка... Как бы, что для пацифиста нас закопают, что с обычным персом нас тоже закапывают, зачастую, если не хватает себе урона. А вот Орда, это будет куча мобов, в которых я вообще не смогу раскопаться. Посмотрим, как это будет работать. Еще, если так подумать, для этого перса может, в принципе, ты можешь носить урон при помощи оружия с очень большой скоростью атаки. Как миниган, например, да? Который просто спамят и стрелами. Или как огнемет, который поджигает много типов урона, может быть, да, маленьких. Теоретически, такое может работать. Но я хочу идейно с этим персом побегать так, как он вот изначально задумал, что у тебя на уклонении больше акцент. А не на то, что ты с оружием со слабым уроном будешь выкручиваться. С маленьким уроном, плоским таким. Скорость подошла бы, но давайте роль им все-таки. Ну, давай броня, например. Так, еще один. Так, раз жизни. Шокер. Гекончик не хочу. Мы и так, нам нас мало дропа измитрял, тем более. Давайте сделаем вот так, все роль им. Сбор 16. Сбор это один из вариантов, откуда мы можем черпать ресурсы. Ну, давайте, в принципе, он себя купит, хотя минус один бронечек хочет собрать, но пускай будет. Гриб тоже залочим себе. У нас летучая мышь такая. Паципист. Надо набирать себе всяких уклонений, брони. Стоять на месте я все равно не буду. Так, деревья. За деревьями ходим. Так, крашить нельзя, это не прошлый забег. Аккуратно с этим. Меня очень сильно уничтожают. Кстати, теоретически нам этот самый, как его. Орда может принести больше ресурсов, потому что за элитку мы не получим там, условно говоря, пачку ресурсов, я так понимаю, да, скорее всего. Орда дает целую кучу мобов, за которых мы получим по 0,65 за каждого, и типа это прилично. Останется только выжить, да? 6% скорости. Давай, я хочу бегать. Так, минус для крит удара, но дает всего по чуть-чуть. Это, в принципе, хорошо. 3 хп, минус процент к урону меньше будет, типа получается у нас, да? У меня интересуют другие статы даже больше. Давайте это раз, это два. Это пока что залочим себе. Потому что и скорости, и броня, и хп, это все для меня полезно. Давайте сделаем, кстати говоря. Можно было взять ножницы, потому что это кража жизни, кстати. Но, мне кажется, они не будут меня много прям херять. Не будут слишком эффективны. Давайте еще одну ладошку. Пока что их не объединяем. Они, конечно, будут там лучше, наверное, отталкивать. Лучше там будет какой-то фиг, может быть. Но 4 ладошки, это прям приятно. Повысить бы им еще скорость атаки. Чтобы прям, прям в спамеле так, что ко мне никто не смог подойти. Но, тем не менее, будут еще какие-нибудь там толстые мобы, которых отталкивать. Будет же гораздо, гораздо хуже. Гораздо сложнее будет это делаться. Так, деревья собираем. Отлично. Сундучки, это одно из немногого, что мы можем немножечко себя как-то улучшить. В процессе волны там, ну, сверху еще появился. Дерево, я видел там, зеленый пестик. Потому что, да, мне чуть-чуть выгоднее убивать врага, чем, чтобы он давал сам эффект. Но не настолько, чтобы я с этим заморачивался. 8 хп минус процент к уклонению. Но 8 хп стоит взять. У меня хп очень мало. Сейчас надо его качать быстро. Быстро прям надо качать. Урон в ближнем бою? Какой нахрен урон в ближнем бою? 15 дачи, давай. Там я видел, что было хп, но было его мало. Хотя здесь столько же. 10 сбора. Не поздновато ли? Хотя сбор по 70 материалов в каждой волне в конце. Прям достойно уже. И он еще скейлится неплохо. Нам бы найти что-нибудь, что скейлится будет от сбора. Купон сейчас 100% стоит. Он сейчас и копейки стоит. И 5% он себе купится в кучу раз. Так, и шокер тоже берем, наверное, да? Он будет синенький делать что? На фоне беленького у него... Ничего не меняется, да? Ухрененно. Просто ничего вообще. А у него... Стоп. Стоп, что? Погодите, беленький 80% скейл от стихийного. Синенький 70% скейл от стихийного. А, ну этого 5 урона, этого 5 на 2. Понятно. Вот оно что. У него две тычки идут какие-то. Или два выстрела, я не знаю. Трудно понять, если честно. Скорее всего, просто двойной урон носят. Но два выстрела не идет у него, по-моему. Ай! Не достать. Хотя у меня хп-то не хватало. Но все равно бывает, ну так... Иногда вот если так встает, то бывает не сразу притягивается. Пока что бегом. Мне надо скорость бега набирать. Она очень поможет мне. Ну и броня с уклонением. Да все надо, что на выживаемость, в общем-то. Черт, просто сломалось дерево. Надо было курсором направить все-таки. Смотри. А, маленькая дальность еще. Влияет тоже так. Но я сейчас до него добегу еще. Время еще есть. Раз дерево, два дерева. Жалко, ящика не выпало. Там еще одно появилось, но я уже до него не успевал. Так, плюс-бор, минус урон в ближнем бою. Замечательно, берем. Сейчас даже хоть у меня процент к урону не минус 100%, да, но все равно он округляется до единицы, потому что у меня он там совсем маленький. У меня там урон фактически должен быть там 0,3, например. Он округляется до единицы, конечно. Но чтобы он у меня округлился до двух, это мне надо вообще очень много его набрать, возможно. Либо иметь оружие, у которого там урона там под сотню нахрен. 2% красс жизни, давай. Инженерия, так, это все. Скорость таки можно, но я еще немножечко... О-о-о, вот это хорошо, три брони. То, что надо. Потерянная уточка подойдет. К скорости атаки быстрее махать своими этими самыми лапками, да. В принципе, пригодится, потому что скорость таки мне не хватает. Да, давай, пускай будем быстрее махать. Мины, я не помню, не отталкивают врагов или нет при взрыве своем, раскидывают ли их. Но не хочу в любом случае. Даже если так, то не стоит того, наверное. 10 удачи еще, давай. Это закрепим, закрепим. Уклонению к сбору. Вот, тоже очень хорошо, дружелюбная пчелка. Это то, что мне надо. Так, восьмая волна. А, седьмая волна сейчас. Скоро будет у нас фармовая волна. На которой надо будет как-то выжить. Я, кстати говоря, и моба, если у меня появится моб с кристалликом, я его тоже не снесу. И да, видите, у меня все-таки этот моб просто бегает и хилит. Ну, не человек писал, что подбирает материалы. Нет, он не подбирает, он просто хилится. Он не забирает материалы и не за них хилится. Он просто хилит тех, кого надо, собственно, лечить. У кого здоровья не хватает. Ай. Хочется еще больше скорости бегать. На самом деле, если прям сильно у себя развить, то можно гонять, как угорелые, наверное. Но все равно не забывать про другие статки, потому что мобы все равно могут зажать, и может быть очень много спавнится постоянно. Я, честно, не замечаю, что мобы какие-то исчезали, но у меня в процессе записи, у меня сосредоточное внимание очень сильно на центре, на самом персонаже, боковым зрением на все остальное, на выстрелы и прочее. Если там где-то кто-то исчезает даже, за счет лимита, если такое все-таки есть, как мне писали, то я этого сейчас в процессе вряд ли замечу. О, 9 хп, хорош, как раз надо. 4% регены или 9% скорости, мне хочется скорости, если честно, даже. Хотя реген тоже необходим. Но регена у меня сейчас, в принципе, хватает. Ну, мне даже не хватает. Ну, давайте скорость. Очень хочу ее. Так, минус 2, ой, плюс 2 УЗ для восстановления от расходников, в принципе, неплохо. У меня удача в ИСО, ну, достаточная. А, ну, стоп, погодите. У меня деревья, в принципе, появляются. Давай я возьму все-таки, да. Просто из врагов-то я расходники выбивать при помощи удачи-то не буду. Находят предметы или расходники прибистых монстров. Да, есть так пишется про это. Ужает редкость еще там все такое. Так, ну давай пчелку. Вот это все берем. Ролл за 0. Плюс 20 удачи. Я думаю, что лишнее. Тумач уже. Наверное. Ну да, я реген не хочу терять просто. Это берем. Скорость атаки. 10% еще. Давайте пока что я поищу другой релик какой-нибудь. Кулак. Дальность. Стихийный рун и ген. Дальность можно было бы взять. Но чаще все-таки я буду врагов прям постфактум около себя расталкивать скорее. Соответственно, я смогу вот так вот, если сразу буду убить нового моба, смогу ли я вынести одного здоровяка такого? Сколько у него хп вообще примерно? Мне кажется, где-то под сотню может быть у него есть, не больше даже. Наверное, охренею его так выносить. Не знаю, есть ли смысл мне стараться быстрее-быстрее ломать деревья. То есть, если у нас какое-то ограничение, что пока у нас есть деревья на экране, то другие с меньшим шансом, например, спавлиться. Лимита вроде как такового нет. Спавнится больше деревьев, как договорится. Это как-то повышает их шанс, наверное, потому что у нас все равно даже в самом начале может там заспавнить несколько деревьев одновременно. Не знаю точно, как это именно работает, там надо можно перечитать, но я не помню, там писалось ли в описании больше деревьев именно про то, какие там шансы, как это именно просчитывать, мол, каждую секунду, условно говоря, попытка заспавнить одно дерево. Или, например, больше деревьев у тебя три раза каждую секунду, там, например, попытка заспавнить дерево. Три попытки, да, и они, потому что у нас же может такое деревье одновременно появиться, два. Так, хп к регену, минус из-за этого от расходников, обратно, да? Ну давай, в принципе, бесплатно, тем более. Кража жизни, она не будет очень стабильной. Шанс небольшой. Мне кажется, я ее в плюс большой не выведу. Скорость атаки давай, быстрее отталкивать, быстрее замедлять и так далее. Маленький качок, плюс 5, макс хп, но не знаю как-то. Минус 15 дальности, девушки монетки стоят. Можно на хп что-то поприятнее найти. А вот это мне подойдет. При сборе нанести урон врагу от удачи, но он тоже, видите, один урона всего лишь, потому что он от процента урона тоже скирится. О, робот-странник может подойти. И шокер, кстати говоря, синенький. Первым, наверное, вот это я возьму. Шокер заморозим. Хотя у меня сейчас будет сам, я сейчас будет... Нет, сейчас девятая волна. Это не орда, но здесь тоже будет много врагов. Утилизатор не надо. Не люблю я как его. Пока он себя окупится. Он может при окупиться. Но пока он там окупится, это я уже не особо почувствую. Я, может быть, скисну быстрее, если потрачу лишние деньги сейчас. Не знаю. Нельзя так однозначно говорить. Тут прям, ох, тут мобов много. Я не знаю насчет лимитов все равно. Если на... Если лимит у нас есть на врагов на экране, то он большой как минимум, да. Потому что у меня бывало, когда элитка там, меня засыпают там такая куча мобов, что триндец просто. Но если лимит есть, то на этой волне я получу очень мало ресурсов. Если другой перс, он получает там под 500, да, например. А вот, по-моему, у меня моб исчез сейчас. Слева, снизу, мне показалось. 21 вот этим вот, например, челом. Опа, исчез, видите? Да, у нас есть лимит реально. Мне писали, собственно, писали, значит, правильно. У нас мобы исчезают. Это не я их убиваю, они просто исчезают. У меня, видите, из-за этого ресурсов очень мало набирается. То есть другой. Хотя всего 480, но у меня 108 сбора просто из-за этого во многом. Так, это разбираем. Это дальность сбора. Плюс к сбору и минус к уклонению. Я не уверен, что я не хочу утерять. Не, у меня какую-то, типа, дальность сбора, зачем она мне? Здесь протон в плане? Давай. Здесь протон в скорости тоже. Давай. Ёжика не надо. Геккончика тоже не надо. Шокер берем. Синенький. У нас будет 3 удара на 60% скила стихийно. То есть больше ударов, да. Есть смысл лого качать, кстати, у меня вопрос. У него больше ударов? Я не знаю, они лучше замедляют просто или нет как-то вообще. Наручники. Наручники. А, ну зачем они мне? 8 хп даст и все. Нафиг надо? То есть задумываюсь даже как-то. Бонусного опыта. 20% в принципе еще можно взять. Нормально, пойдет. Огнемет-секатор, кстати, создает сад, который подносит каждые 14 секунд. И вот еще садики есть. Можно будет подрегениваться от этого. Вот, кстати говоря, огнемет, который в принципе может работать. Потому что у него, видите, у него, чтобы сделать 2 ему урона, ему надо очень много стихийного раскачать. Правда у него здесь стихийный дает. 1 на 6. Я не знаю, какой он там изначально был. Но он бьет очень часто и типа он бы дамажил. В принципе. Но я хочу остаться с идейным этим персонажем. Давайте возьмем себе так и возьмем себе секатор. Попробуем. Смотрим, сколько хорош это будет садик. Показывать себя. Так, давайте лучше 3 синенькие руки, чем 2 белые и 1 фиолетовая. Броня в неподвижности. Хорошо. Я, наверное, сразу возьму себе это. Урона у меня сколько оружия наносит? Это вообще не показывается, что ли? У меня, по-моему, даже не показывает, сколько оружия наносит урона вниз за волну. Так, 10. У нас есть садик раз. А где второй садик? А, блин, а садики тоже. Они, как турельки, собственно, могут не очень удачно расположиться для меня. С другой стороны, мы в двух местах можем хиляться. Знаете, вот вначале, например, не собирать эти фруктики, пока можем сами выхиливаться. А когда начнем бегать по этажу, по комнате по всей, да, если мы закапываемся, то будем собирать и выхиливаться ими немножечко так резко можно попытаться. Как раз таки там они у меня, из-за нехватки хп, они у меня притянутся ко мне еще лучше. Ауч. Покусывает меня. Не особо страшно, но у этого перца получается жесткое ограничение, если на количество получаемых ресурсов. Охренеть. Меня сейчас закопают здесь. Он утыкается в то, сколько у нас врагов на экране максимум может быть на, вот, лимит. Больше этого он не получит. Остальное он получает за счет сбора. Типа, если другой перц, условно говоря, например, 300 мобов сносит за этаж, да, а у нас 100 лимит, то этот будет считаться, что он 100 вынесет только. Ну, особенно цепи записи, да. Хотя сейчас, надо сказать, что у меня нет каких-то проблем каких-то с материалов, ну, просто из-за того, что у меня сбора 200, камон, еще бы они были. Это мы себе берем, это плюс скорость атаки. Это тоже мы берем, это 6 удач и удвоение материалов, хотя материалы, ну, типа, минусов нет для меня все равно. Красс жизни 2%. Давайте ролл. 45 дальности. Вы знали? Хотя дальше, так, давайте возьмем, ладно, не знаю. Чуть-чуть дальше сможем доставать, чтобы хоть толкнуть. Секатор, еще один. Вроде у него было 15 секунд у белой вертись, наверное, у него скилится время плодов. Хотя второй секатор, если взять, у нас будет 2 поля этих. Типа у него скейл просто плохой. Из качества для меня. Я думаю, объединить 2 ладони и 2 осады иметь, или... Давайте попробуем так, ладно, не знаю, не уверен, что это правильное решение, но я попробую. Лимонад берем, это нам хорошо подходит, как раз таки с нашими садиками. Баррикада в неподвижности. Это на отталкивание больше, но вдруг получится. Где-то, где-то может засейвить. Будет это шмуп, очень хорошо. ХП эреген. Минус дамаг нас не волнует. Давайте ролл сделаем один. И все, да. Так, 11-я волна, орда, и... Мы здесь тоже ограничены очень сильно по ресурсам. Ох, кстати, а вот с этими мовами будут сейчас большие проблемы. Что с ними делать, да? Они ж меня задушат. Это может быть одна из самых основных проблем для меня. Они ж сейчас ускорятся. Я их подзамедляю, кстати. Они ускорятся, они будут до меня добегать. Заставят меня двигаться гораздо быстрее, чем я по-моему их волну, знаете, так приостанавливался порой. А вот здесь они меня заставят двигаться. Хотя им мешают другие мобы, кстати. Еще. А еще они диспавнятся же. Что же? Они наркота по очереди в спавн... Типа идет, скажем так, такой просчет не рандомно. А вот кто последний... Кто первый появился, тот первый диспавнится, условно говоря. Скорее всего так. Мне кажется, логично было. Сундучок. Аккуратно очень, но хочется деревья пособирать. А, больно, больно. Фруктов сколько? О, посмотрите, дома. Два ящика всего лишь. На самом деле деревья я много собрал, ящики так-то. Ну, пробуются, в принципе, тоже приятно, две штуки так-то. Глаза пришельцев нет никакого смысла. Они, я не знаю, они отталкивают рукав или нет. Если отталкивают, тогда да. Может, есть смысл. Я не уверен, что они отталкивают. У меня вторичных статов отталкивания, по-моему, нет ничего, да? Где оно? Ноль. Если бы оно было, я не знаю. Оно работало бы на них или нет. Пока что я разбираю. 20% урона, 1 к броне. И минус параметры урона, процент при получении урона до конца волны. Ну, мне это, типа, просто не надо. Хотя, стоп, 1 брони. Ради 1 брони можно взять. 35% материал того не стоит. Типа, у меня уйдет урон в ноль, а он у меня и так, типа, он нижний станет. 9% в плане очень хорошо. Шмуб берем. Синий шокер. Не знаю. Берем тоже. Рол. О! 10% скорости. Неплохо. 8% к урону. В начале следующей волны появятся особые враги. Элитки, что ли? Если элитка появляется на следующей волне, и она может дать тебе ресурс. А как его сундук, это круто. Но мне она не нужна, она у меня не умрет, типа. Я беру себе крылья. Которые нравились мне, да. Так, 10 удачи. Да, наверное, хотя даже не знаю, может и надо, еще не поздно. Еще может что-то дать нам. Ну, не, не буду. Будем искать что-то другое, я думаю. Так, ну пока. Не знаю, если посмотреть, сколько мы можем простоять вот так вот, например. Да недолго, на самом деле. Меня... Я мог стоять в других забегах, потому что я все-таки нашу какой-то урон. Здесь у меня хоть есть отталкивание, но тем не менее враги прессуют явно быстрее меня. Со всех сторон их целая куча явно не позволит мне чисто стоять и отмахиваться. Если бы меня... Скажем так, если бы я мог стоять и отмахиваться, то мне никакая баррикада уже не нужна была бы вовсе. Сейчас у меня, по-моему, одна баррикада, да? Нет, две баррикады. У меня 22 брони. 59% вредист. Стоя, я могу разве что где-то чуть-чуть постоять, но без фанатизма. Если у меня здоровья там хотя бы треть уже не хватает, лучше, наверное, подвигаться. Слишком не перегибается этим. Блин, какая вот простая волна, а у меня там два садика внизу разнестились максимально удачно. Они тут так хорошо регенить могут. Эти фруктики, на самом деле, надо сказать, что, честно говоря, я очень долгое время недооценивал. Как бы типа 3 хп изначально, сейчас у меня 4. Но они регулярные, и это хп здесь сейчас такой сразу значительный реген, но просто когда у тебя там, не знаю, 70 хп, 3 хп от реген есть, но как-то звучит несерьезно. Но на самом деле, учитывая их количество в забеге, от удачи скилов мобов, их прилично выходит. И, кстати, свеча нам отлично подойдет, потому что меньше врагов будет спавниться, а у меня все равно они в кап лимита врезаются, и я особо меньше фармить не буду. У меня все равно ограничено. Если у меня хоть спавнится хоть 100 врагов за волну, хоть 1000, я получу одно и то же количество примерно. Так что берем вообще хорошо. Это, блин, хп минус здоровье от расходников. Я, знаете, что? Нет, я все-таки возьму 3 хп, 2 оригена. У меня ориген большой. Еще 9 хп. Замечательно. Две брони, в принципе... Наверное, 6% мне нестабильнее даст. Пускай будет оно. Пуля вылетающая мне не нужна. Шокер синенький. Можно взять себе второй шокер, объединить сети. Надо ли? Вопрос. Мне оно... Я не уверен. Не буду брать. Фишка 6... 8% уклонения, минус 1 броня. Ну, давай. В принципе, на уклонение у меня больше как-то никак. Кажется, у меня акцента. И грустный помидор тоже. Начало волны, в принципе, я могу продержаться и отрегениться еще. Нормально. Это тоже возьмем. Кровавая рука. А, 2% урона за каждый параметр краш жизни. Не, не подойдет. Это на дамаг. Хотя, стоп. А краш жизни дает 12%? Погодите, а может подойдет? Раз 12% краш жизни. Даже без второго эффекта оно дает, типа, до хрена. Но, правда, это будет получение урона постоянное, ведь. Которое я, в принципе, должен отхиливать. С учетом регулярных, в принципе, атак. Не знаю, не уверен, но мне кажется, что оно может быть хорошо. Плюс 2 урон, ближе. Больше 50% при уклонении от атаки нанести урон врагу. 300% скилла от мили, но это при уклонении. Тоже новый предмет, скорее всего, я его раньше не встречал. Хотя, может быть, типа, просто он не попадался, но мне кажется, что это маленькое. Давайте ролл один сделаем. О, а, нет, милобезьянка работать будет плохо. Потому что я не пособираю материал во время боя. Павлин, 25% бонусного опыта, тоже не замечал раньше этого предмета. Плюс 100 к параметру бонусного опыта во время следующей волны. Плюс 50 к параметру процентов врагов во время следующей волны. Ого, на одну волну такой эффект дает жесткий тебе весьма. Что можно засыпаться, если честно, под этим. Я не уверен, не хочу это брать, что-то как-то страшно. Там одна волна, конечно, у тебя будет только такая адски страшная, но... Она даст тебе очень много опыта. Потом у тебя будет просто баф к опыту. Может, и стоило взять, но я не уверен, что сейчас каждая волна может быть такой, что я могу засыпаться. Я не знаю, какая из них может стать особо фатальной. Поэтому не хочу рисковать сейчас. Так, у меня сейчас опять два садика справа находятся. У меня там очень вкусная зона. Оп, сундучок, отлично. Надо стараться, знаете, так вот врагов кучковать. Сложнее все установить тогда, когда у меня много врагов, которые рассинхронизируются. Которые по-разному двигаются совсем. Если они идут толпой, я могу их спокойно держать в узде, скажем так. Еще будут трудности со стреляющими мовами, которые как раз-таки сейчас начали более активно появляться. Фруктики, фруктики. Так, здесь не собираем. Случайно стараемся усудить, чтобы лишних фруктов не собирать. Тогда, когда я пол-пп. Так, где дерево бы собрать? То в центре. Но что-то в центре мне не нравится дерево. Находит слишком опасно. Эть, он собрал все-таки, но сундук не выпал. Но два сундука за этаж я, в принципе, стабильно лутаю. Давай еще процент к урону. Процент к урону минус урон за дамаг. И одна броня, короче, меня интересует здесь. Это берем тоже. Плюс 40 сбора, но поздно. Оно пока окупится. Это 4 волны. 4 волны пока окупятся. Ну, там где-то 4 волны, там оно будет скидать себе. Сбор, типа, быстрее еще. Оно окупится, да. Но окупится под самый конец. Мне 165 сейчас может быть полезнее просто. 165 сейчас потратить? Это не 165 получить через 4 волны. Через 4 волны 165 это будет уже не так, не менее ценно все-таки. Там уже и цены будут повыше. Огонь разгорается быстрее. Лазерная пушка. Красс жизнь. А, это моя красс жизнь, 16% просто. 30 удачи поздновато тоже, думаю. Сейчас мне надо просто вот регена, уклонение, брони, здоровье. Здоровье, в первую очередь, даже я бы сказал. Тут ничего, по-моему. Так, это не берем ни в коем случае. Это... Стеклопушка, да. Меня особо нас интересует. 5 хп, минус 1 реген. Вот хп, типа, ну минус 1 реген. А хотя 26 регенов, ни хрена себе регена. Ну, у меня типа 0,41. Кажется, 0,41. Ну, 2,42 аузов секунду не прям настолько много. Хотя бы за волну, которая длится 60 секунд, этого становится мне, типа, там... Все хп дважды, с лишним, наверное, даже. Давайте так сделаем. И стремную пищу я возьму себя. Тоже. И это тоже можно, в принципе, на скорость атаки, чтобы быстрее отталкивать немножечко. Так, элитка. Сразу фруктик берем пока что. Не забываем, что нас постепенно бьют. Поэтому мне есть смысл вначале атаковать врагов все-таки, чтобы просто быстрее зарегениться. Кражей жизни. Ну да, видите, эта штучка, которая 12% надает. Она тебя все-таки выхиливает очень стабильно. Очень много ударов. Не очень много ударов, но очень много регена идет. С учетом того, сколько она дает тебе краж жизни с... Просто с хода. Кашля по там. Кстати говоря, я сейчас слышал звук, как будто бы элитка. Она здесь такой, типа, порычала. Мне казалось, что этот рык, она означает теперь по следующую фазу. Можно по таймеру переходит в другую фазу, кстати. Хотя вряд ли. Мне казалось, что по хп, по хп, все-таки. Может, трик ничего не означал. Я просто всегда думал, что эта фаза означает. А может, что по цеписту это иначе работает? Предполагать можно всякое. Так, 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 аккуратненько, аккуратненько. Да, вот там мне могут испавниться стабильно. За счет этого, в принципе, на самом деле, за по цеписту не настолько сложно же выживать даже, я бы сказал. Нормально держимся. Урон в нижнем бою, 5, максимум дальность. 5, максимум УЗ. В принципе. 15, 15, дальность. Давай. 16% к урону. Нам не надо, к сожалению. Хотя очень вкусно выглядит, но не для нас. Кража жизни, скорости. Давайте возьмем. Возьмем себе робота вот этого. Это берем и это берем. Рол. Тридц, удачи, поздно. Медпушка. Кстати, так. Она бьет часто и будет стабильно регениться. Регенить меня. Вопрос. Нужна ли мне она? Учитывая, что у меня и так жизнь нормально, она будет, типа, стабильно меня хилять. Да. По единичке каждый 0,4-2 секунды, скорее всего, будет. Ну, там, чуть-чуть реже. Может, не каждый раз хилять будет? Ну, надо ли? С учетом того, что она у меня займет слот. И займет слот оружие, которое контролирует. То есть, это либо ладони, которые отталкивают, либо садики, которые садики, либо шокеры, которые замедляют. Все из этого меня интересует. Что-то как-то не уверен, что я хочу это брать. Давайте это возьмем себе на скорость. Реген, думаю, что уже не надо мне. Достаточно. Почапали дальше. На самом деле, сейчас я немножечко жалею, что я не аксировал себе пятую угрозу сразу, потому что она не дает себе какого-то кардинально другого забега. Она меняет только концовку забега, получается. Мне кажется, что мы могли бы вытащить ее. У нас был бы закрыт персонаж сразу с пятой стороны, но я, типа, не ставлю себе целью такой закрытых персонажей. А как контент-мейкер, мне как-то хочется, чтобы у нас серии были труктурированы, разделены. Новый контент был более-менее сбалансированно размазан по серийкам. Поэтому сегодня мы посмотрели на вот вполне себе уже удачную серию. Мне устраивает. А на следующий раз, даже если получится что-то неудачное, то у меня, ну, посмотрим, как минимум на пятую угрозу. Поэтому, ребята, вот именно из таких вот рассуждений, которые многие не поймут, и просто я это объясняю, потому что кто-то может забомбить, мол, а почему ты сразу не поставил себе пятую угрозу? Поставил, потому что вы не поймете почему. Вот, по такой причине, которую вот многие просто не поймут, скажем так, в этом плане. А если слишком много контента будет у меня одновременно, то все это, скажем так, весь контент я в названии серии не запихаю. Условно говоря, даже. 6% уклонения. Давай. Ладонь. А, вот ладонь, ладошка нам дает очень много сбора, да, у нас типа 25 сбора поддержка дает, 9 сбора каждая ладошка, 9,6 точнее. Сам я качал много сбора, он еще качался, поэтому мы столько его набрали. Но нужна ли мне еще одна ладонь вопрос? Лучше ли ладонь, чем шокер? У нее хотя бы, кстати, красный, потому что она красная, у нее восстановление быстрее. Потому что я точно хочу себе, если объединять, то только шокер, наверное. Секаторы меня... Хотя, знаете что, наверное, секаторы объединить. Да, давайте секаторы объединим. Кажется, 12 секунд будет садик спавнить. Шокеры не факт, что становятся лучше, секаторы точно становятся лучше при объединении для нас. И ладошка, она как-то, ну, стабильно отталкивает, мне кажется, что это полезнее, чем... Еще один садик с фруктами. Хотя, не знаю, не могу ручаться наверняка, но я надеюсь, что так. Броню можно взять себе, 2% скорости кустряйте, но ладно, там недорого. Вот сейчас купон, например, стоит 49. Чтобы он окупился, это надо косарь потратить. А потрачу ли я косарь монеток за оставшиеся волны? Я очень не уверен. Даже если потрачу, то, типа, едва ли он мне что-то окупит в себя. Он 143 мне сэкономил, хотя я его взял в самом начале игры. Но там он стоил 26. Он мне, да, 120 материалов, считайте, он мне сэкономил. Как бы дополнительно поверх, поверх своей цены там, может, чуть меньше. Но сейчас его брать не стоит. Пишут там, что, типа, насчет купонов, там дико неправ. Он много там экономит, а несколько купонов еще процентно больше экономит. Теперь все равно так же много набрать материалов, чтобы они себе окупились. И вот если поздно, брать его не стоит. Именно про это я и говорю. 40% бонусного опыта поздно тоже, мне кажется. Тем более, что минус 2% раз жизни. Не хочу. Конечно, 40% это, типа, очень много, да. Он там даст мне, скорее всего, даже полтора может быть, левела за это. Но и дорого стоит. Будь она бесплатна, одно дело, но она же платная. Ладошка белая, не хочу. Шреддер. Тоже нам не надо. Хотя, если он отталкивает, кстати говоря, то, теоретически, он мог бы какую-то... Что-то оказывать, какое-то воздействие. Но хрен с ним, короче, его не будем брать. Такой уверенный поток ударов уйдет. Но урон 1-1-1-1-1-1. Просто на-на-на-на-на-на. Пацифист, нахрен. Кстати говоря, вот, когда много милишных врагов, вот таких вот, пусть они там хоть бафаются, их ускоряют. Для меня не так страшно, пока они все двигаются примерно с одинаковой скоростью. Слишком агрессивно быстрых мы отталкиваем, а медленно не позволяют тем, которые в центре, красные, быстрее двигаться. Вот такая волна вообще по мне. Кстати говоря, 16-ая тоже такая, я смотрю, как фармываю весьма себе. Но вот сколько у нас сейчас врагов, это наш максимум примерно. Только с них мы получим материалы, получается. Но надо сказать, что если ты сбор себе раскачал, то сбор становится для тебя очень хорошим источником дополнительного... Дополнительной подпитки. Вот этому персонажу он реально необходим. Это плоский баф. Обычно чем дальше ты идешь, тем ты меньше за сбора получаешь. А здесь у нас получается, что у нас ограничение идет от... От мобов. Сколько я получал, сколько и вот... В лимит врезался, и типа примерно все. Стихии на ромни, но так не надо нам это. 9 хп. Или 3 брони. Что у нас больше вопросов? Не знаю. 29 хп, ладно, пускай будет. У нас никак количество материалов за моба, они не повышаются, да. Ладошка. Будет 2 фиолетовые. Теперь 16 сбора уже поздно. Крав жизни оригин хп, минус сбор. Давай. Радио взрыва. Так, это все. Тоже мимо, хотя можно и тучу мышь взять себе. И тучу мышь будет, она дешевая. 5 макс хп. 2 к параметру регенерации ОЗ. За каждую постоянную минус 1 к параметру процент скорости. У вас минус 70. Чего? Процент к скорости? У меня к скорости 35. А, это типа сколько мне даст эффекта, да? Сейчас. Плюс 2 к параметру регена. За каждой минус 1 к параметру скорости. Поскольку у меня плюс 35 к скорости, то это для меня минус 70 регена. Спасибо. То, что надо, да. Охрененный реген можно себе сделать. Не, не хочу, спасибо. Что-то как-то... Ну, это будет не так много, да. Потому что здесь 15% скорости у тебя кресло забирает. Но будет минус 40 регена для меня получается. Все правильно понимаю. Кибершар, кстати, на удивление будет на 9 дамажить. На него не работает минус процент к урону, судя по всему. Он мог бы бить, но... Он убивает только... Прокается при... Убийстве врага. А мы как бы не убиваем врагов. Поэтому в любом случае он хоть и может чуть-чуть бить. В нашем случае все-таки часть удачи у нас есть. Но срабатывать будет очень-очень редко. Думаю, что красный шокер с белым будет хуже, чем 2 фиолетовых. Не буду это брать. Планению. Дороговато. На 126,5% получать. Минус дальность еще, которая может пригодиться. Давайте дальше. 17 волна. Так, и это элитка. Долбим ее. Долбим, кстати, яйца. Яйца, может быть... А, нет. Я надеялся, что, может быть, у них будет 1 хп. Что-то, мол, они сразу ломаются. И вот видите, да-да-да. Яйца исчезают, на месте яиц появляются вот эти вот карказябры. Которые раньше очень сильно душили. Судя по всему, разработчики из изображения баланса сделали так, что у тебя есть возможность убрать их спавн. С учетом того, как быстро я двигаю, кстати говоря, меня не душат так. Не зажимают. Может, обычный забег тоже стоит немножечко больше все-таки уделять внимание скорости бега. А то я и так, я, в принципе, и оценю этот стат. Я понимаю, насколько приятнее с ней маневрировать. Но если есть какой-то стат дамага, то я и не против им пожертвовать в случае чего. Могу позволить себе. Ай. Стреливать немножечко по мне. Но, в целом, бегаем. Комфортно весьма себе. Так, 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 так. Не обгоняем, по-моему, эти снаряды еще. Хотя, может быть, обгоняем. Обгоняем, по-моему, эту функцию. Так, да, я из него быстрее немножечко выхожу, чем выстрелы там появляются. Это разбираем. Просто ради золота. 6 хп. Павлин на 19-й волну. Не, что-то как-то не хочу себе. Хотя, больше врагов будет спавниться. Они будут быстрее исчезать тоже, да, казалось бы. Но он едва ли себя купить сможет. Потому что больше врагов, он снова потом больше. Типа, но... Не хочу. Если я учителя Боба не брал, то павлина и подам, наверное. Хотя учителя Боб дороже, кстати говоря. Ну, может, себя купил, но не уверен, что выживу. Не прям настолько я хорошо сейчас чувствую себя. Типа, вроде нормально, но не хочу рисковать. А вот садик пускай будет. Это еще выживаемость не даст. Ролл. Тихоходка. Наверное, не надо. 144 за один удар. Вначале как получу, и никуда, по сути, уходит. Дороговато за одну тычку. Сейчас уже мне это. С учетом того, что мы и так хорошо регенимся, мы рассчитываем регулярно получать урон. Для меня это хорошо. У кого очень мало хп, и у кого много уклонений, и у кого ценность получения... Ценность один раз уклонится, скажем так, дополнительно гарантированно. Она очень высокая. Для нас она не такая высокая. У меня уклонение большое. Да, по мне, недалеко не всякая тычка будет попадать. Но у меня регена много с броней. Ну, брони так себе, средненько. Но регена за глаза. Какая-то тихоходка мне сейчас. Не стоит, скажем так, своих денег. Всегда надо обращать внимание именно, что... Не просто хороший ли эффект тебе или нет. Если он бесплатно отдал оба, то да, я бы ее взял, конечно. Сразу, даже если она отдала бы мне небольшой какой-то минус. Но с учетом того, что я могу купить за те же деньги, я понимаю, что может быть что-то гораздо выгоднее. Кстати, в мире яйца эти, я смотрю, там, видите, яйцо появилось справа снизу. Они появляются на обычных волнах теперь у нас, судя по всему, тоже. Раньше, по-моему, такого не было. Либо я не замечал. Ну, до, получается, в прошлой серии еще. До обновления. Слушайте, ну я прям легко, на самом деле, себя чувствую весьма себе. Так, павлин. На девятнадцатую волну усилить ее, да себе? Ну давай, ладно. За бесплатно попробуем. За бесплатно я рискнул. Три брони или же 6% уклонений? Давайте три брони, наверное, все-таки. Наручники. 8 хп. Не факт, что я себе уже хп раскачаю еще, правильно? Думаю, еще ладошки может объединить. Взять синюю. 8 хп, ну блин, за 229, 8 хп, на самом деле, это не то, что прям хорошо. А, стоп, какой 8? Она же хп не дает, погодите. Почему я тоже, что она хп дает? Она дает всяких статов урона, она не дает 8 хп. Ты, блин, сейчас бы купил нахрен еще. Я что-то по инерции, я не считал, ребят, сейчас на нее делать. Просто я как-то... В голове у меня зацепилось, что она дает, как будто, 8 хп в том числе. А ну это стихийный урон, а не хп. Ну и ближний дальний тоже. Не, я не рассматриваю тогда. Еще бы как взял. Так, боксерская перчатка. Как неудачно она пришла мне под самый-самый конец, да? Но она мне подходит. Повязка на глаза тоже давай будет. Уклонение и дальность мне тоже, короче, даже отрицательное. Понижение ее может поведиться. Не надо. Ну, это, кстати, утилизатор, в принципе, этому персонажу может подходить иногда, потому что он больше предметов потенциальных может разбирать. Все, что связано с дамагом. Но тоже надо, если брать, то только в начале, но едва ли там оккуриться. Топорик примитивный. Кран жизни 22%. Зарубить топором, да? Почему-то я вспомнил преступление и наказание при виде этой картинки, не знаю даже. Ролл. Сомнительная зелень не надо. Ладонь белая тоже нет. А пробивание на шокер работало бы, наверное, да? Но... По-моему, не надо особо. Мне надо замедлять, в первую очередь, ближние ко мне цели. Они весь паровоз замедляют. Хотя враги, которые отделяются от других, конечно, это не распространяется. Урон 14. А, урон 14 из-за нашего хп. 20% скилл от хп. Нихрена себе, картофель и мед может работать. Он может даже лупить. Даже сейчас, даже с минус. У меня минус 34% урона, между прочим. У меня уже здесь 3 на 3. Ну, ладошка 1 бьет по-прежнему, само собой. Здесь 12. У меня дамаг даже появился. Охренеть. Я реально буду сейчас бить нормальчик? Да, у меня реально... Смотрите, как дамажим. Охренеть. Я почти могу бить моба обычного. Офигеть просто. Когда, блин, поиграл на поцеписте, да? Он такой, посмотрите, мы уже убить самого обычного вова практически. Вот у меня, смотрите, у меня, да, у меня враги спаунятся часто, и у них так же идет часто ротация. Они часто меняются друг с другом. Часто умирают одни, появляются другие. Точнее, наоборот, сказать. Правильнее в порядке. Аккуратненько. И мы за эту волну получим, соответственно, x2 от того, что у нас там будет опыта. Ну и плюс 25% еще сверху дополнительно тоже. Плюс 125% получается. А дальше будет уже... А дальше уже все. Но там, типа, не было смысла разбирать павлина. Он даст нам явно больше за эту волну бонуса, чем я бы разобрал с него ресурсов. Раз он бесплатно мне предлагался. Попускаю уже будет. Ну, в принципе, мы продержались, да. Много врагов, но... Мы живем, просто расталкиваем. Земледелие. Кик урона в ближнем бою. Так, нам это, в принципе... Не надо разобрать просто ради денег. 6 хп, давай. Ролл. Может что-нибудь крутое получить. О, 4% крас жизни, давай. Так, минус реген, 10% скорость втайки, критудар, дальность. Наверное, не надо. Ладошка синенькая. Ролл. Шокер синий взять вместо. Да я не уверен, что они будут ушли. Давайте вот это возьмем себе. 8 макс хп за 4% уклонения. Нет, думаю, 4% уклонения может больше сэкономить даже у меня. Ролл. Крас жизни реген сбор уже абсолютно мне не нужен. Еще ролл. Пытка. 15 макс УЗ восстанавливает 4 УЗ в секунду. Вы не можете ничуть другим способом. Это как убить забег там, да. Мне писали, да, что реген меня тоже отключает, причем мой. Так что нет, это самоубийство было бы для нас сейчас. Не уверен, даже выжил ли я бы сейчас с этой пыткой. Смотря на то, что у нас такое отталкивание хорошее, может быть, не выдержим просто. Просто через челлендж, если задаться вопросом. Скорость атаки повысить себе. Так, вот это точно берем. А, ну и все, у меня деньги закончились, типа, да. Ну, наверное, раз уж деньги закончились, то давайте я возьму себе шокер такой еще. Вот так сделаем. У нас один босс. В следующий раз посмотрим, собственно, на последнее возвышение. Хотя мне кажется, что было бы у нас два босса, мы бы могли спокойно здесь продержаться тоже. Без проблем. Особенно если у него фаза не будет меняться от таймера. Я его, типа, даже у меня боссы были бы безобидные более-менее. Я бы смог доржить сейчас от обоих, а где я не продолжил, там бы отрегинился. Ну ладно, ничего страшного. В принципе. Тут за пятое возвышение вроде как тебе не дают, а анлоком не писали. То есть просто за прохождение персона дается анлок. Я, кстати говоря, забыл посмотреть, какие анлоки были у меня в прошлом забеге, обратите на это внимание. Ну ладно. Увлекаюсь и запалтываюсь порой бывает. Он, кстати, смотрите, у него другая фаза случилась. То есть, да, как будто бы, может он все-таки реально по таймеру реагирует или и как по таймеру и по хп. Типа, что быстрее сработает, то и, то и будет. Соответственно, у меня и пацифист видит поздние этапы босса. И персу, у которого мало дамага, не может просто продержаться, да, на халяву. Да, видите, у него теперь третья фаза. И я реально выхожу, успеваю выйти из этого круга, по-моему, иногда. Если не наискосок бегу, конечно. Ну, типа, да, большая скорость бега, меня не могут нажать. Враги не успевают скучковаться вокруг меня в углу где-то. У нас хороший регион, хорошее восстановление. В принципе, за пацифиста. Оказалось, не так уж и сложно все продержаться здесь. Сейчас, погибите, сдохнут в последние секунды нахрен. Это было бы забавно, конечно. Открыли мы панду. 12, 12, да? 12 макс УЗ и 25 удачи, минус 12% к урону. Большой баф, кстати, 12, какой-то прям жирно. И фермеры открыли. Такое доброе у него лицо прямо. 20 сбора, сбор увеличивается. Это, наверное, за то, что мы сколько-то сбора собрали, да? Сбор увеличивается на 3% в конце волны. 3%, не 3 единицы, а 3%. 100 сбора будет типа плюс 3. Значит, 30 сбора будет типа, условно говоря, плюс 1. Ну, супруглим больше сторон, да, 1 получается, как раз. 1 параметр сбор, если вы подбираете расходник, когда у вас полное здоровье. Выпадающий материал минус 50%. А-а-а. Ну, может, неплохо так сбора, конечно, фигачить себе. Слушайте, хорошая была серия. Две уверенные вполне себе победы. Весьма приятные. Мне понравилось. Я доволен. Как-то так получилось у нас. Дальше у нас будет гладиатор и скряга. Гладиатор так скорость окажет за каждое отличающееся оружие. А-а-а, ему надо разное оружие. Это прикольно. Урон в ближнем бою, вы не можете использовать оружие дальнего боя. Минус 40% скорости атаки. А, ну 20% скорости за каждое оружие. То есть, получается, что в итоге он плюс 80% скорости атаки получит. Если у тебя 6 разных оружий. Минус 30% удачи. Ему будет трудно находить оружие высокого качества. Будет, возможно, трудно прокачать наше оружие до высоких... До высокого качества, в принципе. Потому что они будут все разные. Ну, желательно, все разные. Ближнего боя. Скорее всего, он без сетов будет играть у нас. Блин, я хочу через бесплотное оружие поиграть как-нибудь. До сих пор у меня не упадает ситуация. Каждый раз что-то другое у меня выходит собрать. Через бесплотное до сих пор еще ни разу не трогал. И очень хочу потом как-нибудь. Может, есть какой-то персонаж, который играет через него. Либо, наоборот, надо поиграть через бесплотное. Чтобы открыть персонажа. А, хотя нет, по-моему. Смотрите, призрак. 10 к урону, класса бесплотная. 30% к уклонению. Максимум уклонения не превысит 90%. Ого. Ого. У него кап повыше. Охренеть. Минус 100 брони. Минус 100 брони. Погодите, он не ваншотный будет случайно ли? Ему тихоходка может хорошо зайти тогда. Если он ваншотный, это была у полной отжог. Мне, ребят, не пишите наперед. Конечно же, самое-самое посмотрю потом. Потому что, да, шаршальная пуля может влететь. И, типа, не повезло. Уколо не 90% не сработало. Типа, все, хана. Но, наверное, все-таки там как-то вряд ли так. Не знаю. Он будет себе стату очень жестко растет. Ну, минус 100 брони. Не знаю, может быть, это оружие бесплотное. Оставлен на серию с ним. Уже чисто. Ну, само собой, я с ним еще буду играть. Но в первый раз тогда, может быть, я с ним на призраке сыграю. Будет видно, ребят. На этом сегодня все. Надеюсь, что вам понравилось. Вызарядились доли позитива. Вам, собственно, доставило удовольствие сегодняшняя серия. Если это так, то подписывайтесь на канал. Буду очень рад. Оставляйте комментарии с этим видео. Мне тоже будет очень приятно. Вступайте на сервис. Скоро, ребят. И сети общаться на канал. Сыграешься на сайте, сочи чего. Ну, я желаю всем в хорошем стране. Такого же дня. Всего доброго встречи. Всех пусть-пусть. И всем пока. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин